Это новости на канале НСК 49. С вами Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Выздоровело больше. Второй день в регионе количество выздоровевших от коронавирусной инфекции превышает количество заразившихся. С 11 декабря все школьники переходят на очное обучение. Продолжаем строиться. Несмотря на пандемию, жилья в текущем году введено больше, чем в предыдущем. Однако количество проблемных домов также выросло. Экология и люди. Чиновники отмечают в целом неплохое состояние окружающей среды в регионе. А что думают сами жители? А теперь я и мои коллеги подробно расскажем о самых главных событиях дня. Новосибирская область стала единственным регионом, в котором проводятся открытые исследования вакцины от коронавируса с участием добровольцев старше 60 лет. Причем используются два препарата от разных производителей. Как идет борьба с пандемией в нашем регионе и какие шаги предпринимают областные власти, расскажет Василий Акимов. Количество погибших от COVID-19 за минувшие сутки пополнилось еще шестью пациентами. Самому молодому из них было 54 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 798 человек. По данным оперативного штаба на утро 8 декабря число выздоровевших за сутки вновь превысило количество заразившихся. Выздоровели 197 новосибирцев, заразились 174. За все время пандемии в регионе выявлено 24 119 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 1465 детей. 19 699 пациентов выздоровели. Под медицинским наблюдением остаются 4672 жителя региона, 74 293 человека сняты с меднаблюдения. Параллельно с исследованиями векторовской вакцины со вторника 8 декабря новосибирские медработники начали получать вакцину гам-ковид-вак. А на прошлой неделе были запущены клинические испытания еще одной вакцины от коронавируса – эпивак-корона, разработанной вектором на добровольцах 60 лет и старше. Отрадно, что именно жители Новосибирской области были задействованы в этом. Только единственный регион в этом принимает участие. Ожидается, что массовая вакцинация людей в возрасте от 60 лет позволит значительно снизить симптоматическую заболеваемость, чажесть заболевания и его осложнений. По сам министр, добровольцы, получившие первую дозу вакцины – эпивак-корона, чувствуют себя хорошо. Неблагоприятных явлений и жалоб не отмечено. Продолжается и работа по улучшению деятельности единой регистратуры. Да, хороший опыт, который у нас наработан, создана единая регистратура поликлиник 124, но следует честно признаться, что она не совсем единая, потому что в регистратурах поликлиник свои колл-центры, а иногда даже обычные регистратуры, они остались. Ну и как опыт показал, конечно, стратегически правильно полностью функционал записи врача на дом сконцентрировать в единой службе. Губернатор дал поручение определить план действий, который позволит уже в ближайшее время перейти на единую регистратуру в полном понимании этого слова, по крайней мере в крупных населенных пунктах, где функционируют несколько учреждений амбулаторного звена. Кроме того, сейчас решается задача оформления вызова врача на дом через единый портал госуслуг. Новый сервис уже запущен и сейчас вызов врача на текущую дату осуществляется в соответствии с расписанием определенным медицинской организацией. И все-таки уходящий 2020 год должен запомниться не только пандемии. Не надо забывать, что он был посвящен 75-летию победы Великой Отечественной войне. И несмотря ни на что, многие мероприятия состоялись. Об итогах года памяти и славы далее в нашем репортаже. В 2020 году было 11 масштабных всероссийских проектов, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И около 200 региональных акций, 55 информационно-просветительских проектов. Старт года памяти и славы у нас был в январе 2020 года. Состоялось в театре оперы и балета открытие. И стартовала всероссийская акция памяти блокадных хлеб. 27 января – это день снятия блокады в городе Ленинграде. И вот этой акцией мы стартовали, именно начинали год памяти и славы. Были и проекты продолжительные по времени. К примеру, акция «Сад памяти». Она проходила с середины апреля до сентября во всех муниципалитетах региона. В итоге было посажено более 150 тысяч деревьев. И в следующем году это движение продолжится. Особый вклад в организацию и проведение многих мероприятий внесли общественные организации. В том числе их стараниями родилась профильная смена «Сибирский рубеж». Она посвящена подвигу 29-й отдельной лыжной бригаде. Ребята из 14 районов, 17 команд, собрались в Барабинске, откуда вы знаете, что ушла на фронт 29-я лыжная бригада. Они участвовали в лыжных переходах, мастер-классах, изучали историю земляков. Это было очень важно – прикоснуться к живой истории. Это была уникальная смена. Они были привлечены к работе с детьми и подростками и люди, заслужившие высшие награды государства, герои Российской Федерации, вместе с Ассоциацией Офицеры России. Встречались мы в большом формате. Будем говорить, что юнормейцы, поисковики, школьники, студенты. То есть, в общем-то, их интересовала деятельность наших, так сказать, сотрудников, героев, каким образом они получили, каким образом они в своей поседневной деятельности воспринимают свою, так сказать, функцию. И, конечно, был Парад Победы, Бессмертный полк и другие акции, приуроченные к памятным датам. А еще Новосибирск в 2020 году получил почетное и заслуженное звание «Город трудовой доблести». Об этом будет напоминать «Стелла», которую к 9 мая 2021 года установят на площади Калинина, в месте, где сосредоточены крупные предприятия оборонной промышленности. Так что год памяти и славы в нашем регионе оказался заметный, порой даже многолюдным и, главное, запоминающимся. 2020 год непростой во всех отношениях. Не все благополучно у нас и с окружающей средой. Не всегда совпадают оценки у жителей города и у лиц, ответственных за сохранность природы. Об этом более подробно в репортаже нашего корреспондента. На территории Новосибирской области в рамках национального проекта «Экология» действует несколько программ. Среди них – сохранение и восстановление уникальных водных объектов Новосибирской области, сохранение лесов Новосибирской области и проект «Чистые города». Объем финансирования по всем трем программам за счет федеральных и внебюджетных средств составляет около 146,5 миллионов рублей. Из задач, которые должны быть выполнены, можно отметить сохранение лесистости территории на уровне не менее 23%, расчистку озер «Половинное» и «Довольное», а также реки Баган. Кстати, качество поверхностных вод на территории региона в Минприрода оценивают вполне положительно. По сравнению с западом Новосибирской области, где преимущественно водоснабжение из скважины, где вода существенным образом минерализована, а кроме того, содержит в первую очередь железо, от которого крайне сложно очистить воду действующими методами, то большая часть Новосибирской области все-таки потребляет качественную воду, несмотря на разговоры о состоянии водного объекта. А вот по качеству атмосферного воздуха в таких городах, как Новосибирский и Скитим, мы попадаем в категорию высокого уровня загрязнения. Но опять же, по мнению министра Андрея Даниленко, это на самом деле не так плохо. Термин высокого уровня загрязнения от 10 до 30. Мы попадаем в одну градацию. Но сейчас у нас в районе 11 индекс загрязнения атмосферного воздуха, а в 90-х он был 35. А вот как оценивают состояние природной среды люди. Мы просили их перечислить, что им не нравится, и поставить оценку по пятибалльной системе. Не устраивает точно запах, который особенно в центре города. Мы здесь работаем непосредственно и просто задыхаешься. Если по пятибалльной, ну, наверное, троечку. По экологии конкретно моего города, ну, у нас там дымит цемзавод. Какой город? Искитим. Вот. Конечно, там сейчас он работает не в том режиме, в каком раньше. Заказов меньше. Вот. Но что есть, то есть. Всегда грязный город. Про водичку не знаю, про воздух, про вот все. Очень загрязнено, очень грязно. Мне кажется, очень. Особенно, когда ветра нет, не сносит ничего. Просто дышать нечего. Впрочем, мнения людей не оказались однозначными, что говорит о том, что не все так плохо у нас с экологией, как может казаться. Меня устраивает. Я бы пять поставила. Я пью сырую воду. Бывают выбросы, очевидно, да. Мясо комбината. Вот я живу в районе вокзала. Запахи, да. В основном. Мусор в основном убирается в нашем районе. Я живу в вокзальной, да, вот часть города. И у меня нет ощущения, что вот там что-то резко, резко плохо, так скажем. Все-таки сибиряки – люди непритязательные. Что нам какие-то выбросы да запахи. Зиму пережить бы не замерзнуть, до лета продержаться. Строить стали больше, невзирая на пандемию и кризис. По официальным данным, в этом году в регионе построили жилья больше, чем в прошлом. В то же время увеличилось и количество долгостроев. Какая ситуация складывается по итогам года на строительном рынке Новосибирска и чего ждать от следующего года, узнаете из нашего сюжета. Несмотря на сложную экономическую ситуацию и ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, задачи по объемам введенного жилья в нашем регионе выполняются успешно. За январь-ноябрь введено в эксплуатацию жилья больше на 22 с лишним процента по сравнению с прошлым годом. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. Мы уже порядка полутора миллионов квадратных метров ввели. Общий план на сегодняшний день у нас 1 миллион 610 тысяч квадратных метров жилья. Я думаю, что он безоговорочно будет выполнен и перевыполнен в том числе. К сожалению, долгостроев по итогам 2020 года стало больше на 8 объектов. У нас на сегодняшний день 73 дома числятся проблемными. Практически, Алексей Ильич меня дополнит, потом практически ежегодно в наших планах вводить до 10 домов, скажем так. Мы с этой задачей справляемся. Комплекс мер поддержки, которые на сегодняшний день есть в Новосибирской области, считается тоже беспрецедентным. И мы получили высокую оценку на федеральном уровне. Одно из проблемных мест, по которым ведется работа – долгострой в Новомарусино. Достраивать объекты Новомарусино в связи с большим дефицитом средств планируется через ППК-фонд. Для этого предусмотрены в областном бюджете деньги соответствующие на 2021, на 2020, на 2022 года. 689 миллионов в общем. Этих денег достаточно для того, чтобы самые проблемные объекты, которые у нас имеют самый большой дефицит, начать в следующем году. Продолжается и переход застройщиков на работу по СКО-счетам. Сегодня более 50% строящихся в регионе домов строится с их помощью. В дальнейшем эта доля будет увеличиваться, говорят чиновники. Ипотеку также обещают сделать более доступной. В регионе уже реализуется программа льготной ипотеки на приобретение жилья в новостройках. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, количество выданных ипотечных кредитов увеличилось более чем на 33%. Объем выданных ипотечных кредитов вырос почти на 48%. Правда, на фоне этого было отмечено и некоторое увеличение стоимости квадратного метра. Причем ряд аналитиков говорят, что с ростом спроса цена на квартиры будет расти и далее. Хотя и отмечают, что падение доходов населения в перспективе все же может привести и к снижению стоимости жилья, и падению объемов строительства. Перед Новым годом художественный музей совместно с Русским музеем для любителей изобразительного искусства приготовил уникальную выставку Павел Филонов и его ученики. Один из самых значительных художников русского авангарда до сегодняшнего дня малоизвестен широкой публике. По масштабу творчества его можно поставить в ряд с самыми знаменитыми художниками 20 века. Подробности расскажет Елена Юрченко. Пик творчества Павла Филонова пришелся на самые сложные годы в истории страны. Он практически совсем не выставлялся. Однако его знали и ценили все представители русского авангарда – художники, писатели, театральные деятели. Новосибирск может гордиться тем, что самая первая выставка после реабилитации мастера прошла в Академгородке в 1967 году. После этого художника при советской власти не выставляли. И вот работа Филонова снова в Новосибирске. Надо сказать, что Филонов не делил свои работы на живописи и графику. Он считал, что это все произведение или работа. И независимо от того, на холсте или на бумаге это сделано, это все работа в духе, в ключе по правилам аналитического искусства. Это обращение к примитиву и к народному искусству, которым пронизано все искусство авангарда. 18 живописных полотен и 41 графическая работа, а также 48 произведений его учеников наглядно рассказывают о том, как под воздействием революционного настроения менялись идеи в искусстве. Основная цель всего творчества Филонова, по словам сотрудников музея, не только совершить революцию в живописи, но и подарить ее пролетариату. Но, несмотря на это, его имя было забыто на многие годы, так как творчество Филонова не соответствовало направлению соцреализм. Филонов и его ученики были названы формалистами и подвергнуты травле. Он считал, что все его работы он подарит пролетариату, он считал, что он художник прежде всего пролетарский, что это новое искусство, которое должно идти в ногу с революцией политической, социальной. И искусство тоже должно измениться. Он говорил о себе, что я беспартийный большевик, и если бы я не занимался искусством, то я бы, конечно, вступил в партию. В партию Филонов так и не вступил, но свой революционный метод нашел аналитический. По словам специалистов, в первую очередь это принцип сделанности, когда организм нарисованной картины постепенно растет, наполняется мыслями и образами, например, как на картине Гуэрло. На самом деле эта выставка просто уникальна, потому что здесь представлено творчество Павла Филонова, выдающегося русского анангардиста, который стоит вообще особняком во всей мировой изобразительной культуре. Он в себе синтезировал, можно сказать, и русскую религиозную философию, прежде всего, Николая Федорова, и музыку русскую, это Шостаковичей, Скрябин, и поэзию, значит, это Велимир Хлебников. А работа его действительно очень трудно объяснить, невозможно описать. И это очень важно, прийти на эту выставку и посмотреть, потому что Филонов в зрителе предполагал прежде всего собеседника. И мы должны оказаться такими собеседниками на этой уникальной по-настоящему выставке. Самая первая новосибирская выставка 1967 года наделала много шуму. Ей даже посвятил стихи, присутствующие на открытии, поэт Андрей Вознесенский. Сейчас, более полувека спустя, картины мастера откроют для себя новые поколения новосибирцев, интересующихся искусством. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч.